Но мы приглашаем вас на встречу, которую организовали для учащихся одной из казанских школ. На деловой завтрак пригласили главу Татарстанского госархива. О чем говорили дети с Ирадой Аюповой, узнаем прямо сейчас. Доброе утро, с вами Гульнара Махмутова, значит время делового завтрака. Департамент продовольствия пригласил нас в кафе «Рита в Ритме». Гость программы, председатель Госкомархива Аюпова Ирада. Ирада, доброе утро. Скажите, а что такое архив и интересно ли молодой красивой женщине работать в госслужбе? Архив – это безумно интересно. Почему? Потому что в каждом из нас живет маленький человек, у которого тысячу почему. И вот попытка найти ответы на эти почему – это и есть работа архива. Ирада, сегодня на наш завтрак приехали старшеклассники школ города. Скажите, а какие современные технологии используются в работе с архивом? Архив – это первая очередь управление информацией. Но поскольку современные технологии, они приходят к нам на помощь именно в управлении информацией, то мы используем практически все, что сегодня, все современные тренды, можно найти в архивах. Это и, безусловно, аналитическая система, которая объединяет информацию об архивах всех муниципальных районов нашего государственного архива. Это и вопросы интеллектуального поиска. Потому что не всегда по названию документа можно понять, есть там ответ на твой вопрос или нет. Это и вопросы цифровизации, о цифровке контента. Вы знаете, что сегодня бигдейт, искусственный интеллект – это очень модные тренды, мощные тренды. Но для того, чтобы данные были не только те, которые формируют нашу потребительскую модель, что мы кушаем, что мы едим, но и то, что именно аналитическая составляющая. Вот это тоже мы пытаемся цифровать, распознавать и, соответственно, использовать как материал для принятия последующих управленческих решений. Какой самый древний документ хранится в нашем архиве? В нашем архиве, в архиве Республики Татарстан, Госархиве, хранится документ, рукопись XII века. Это Сибавайхи. Это грамматика арабского языка. Это большая-большая рукопись. Фрагменты этой рукописи расположены в различных частях земного шара. Есть еще более десяти фрагментов этих, и соединить их всех воедино, кстати, помогут в том числе и современные технологии. Какие интересные проекты у вас будут? Этот год для нас уникальный, потому что это, с одной стороны, год столетия архивной службы Российской Федерации, с другой стороны, год столетия архивной службы нашей Республики. Безусловно, мы будем проводить мероприятия, которые привлекают внимание к труду архивиста. Но ключевым мероприятием у нас будет проведение в апреле конференции, которая связана с первым вопросом IT-технологии. Конференция международная называется «От пергамена к цифре». Сегодня уже подтвердили свое участие в ней более 50 субъектов Российской Федерации и более 25 стран мира. У вас есть молодежный совет при архиве. Чем он занимается? Мы создали молодежный совет для того, чтобы объединить самых инициативных ребят в нашей отрасли. Но на самом деле это не только поиск каких-то проектов, которые в перспективе стоило бы реализовывать. Мы хотели бы в большей степени через вот этот молодежный совет осознавать, что нужно сегодня молодым. Хотя у нас очень много молодежных проектов сегодня реализуется. Это и Тарихи Бранч, это проект с форумом татарской молодежи, когда мы обсуждаем документальные источники. И это школа юного архивиста, которая у нас запущена с декабря 2017 года. Друзья, департамент «Продовольствие» приготовил для нас очень вкусный и полезный завтрак. Приглашаю вас подкрепиться перед началом учебного и трудового дня. Приятного аппетита! Наш главный завтрак подошел к концу. Спасибо большое, рада, что уделили нам время в вашем плотном графике. Желаем ребятам отличных оценок, телезрителям, хорошего дня и ждем вас всех в архиве.